как вывести деньги с брокерского счета и при этом постараться не заплатить налоги это довольно сложная история боюсь что но я ее сегодня сделал но боюсь что больше такое у меня уже не получится и сегодня вы узнаете почему итак здравствуйте друзья здесь демитков юрий в предыдущем видео я уже сказал что сейчас конец года сегодня 13 декабря и вот в такую дату я решил что в общем сказать пора мне перетрясти свой портфель дело в том что заканчивается год и это самое время декабрь для того чтобы пополнить индивидуальный инвестиционный счет для того чтобы получить 13 процентов возврат на деньги но такая история случилось что в этом году мы в общем сказать потратились достаточно много и в турцию съездили там 200 тысяч страти на зубы 200 тысяч больше вот и дочь у нас чехи учится там тоже какие-то деньги потребовались поэтому денег то в общем то у меня сейчас нет 200 тысяч которые я должен вынести на из чтобы получить 13 процентов возврата и где-то их надо взять эти деньги в размере 200 тысяч срочно ну а где их можно взять ну конечно на брокерском счете и соответственно стала задача вывести деньги с брокерского счета и при этом не заплатив налог в чем сложность смотрите дело в том что на брокерском счете у меня достаточно много позиций и я их долго держу я их редко торгую вот и акции потихонечку растут 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 и если я держал акции меньше чем три года то и они выросли в цене то когда я их продаю то есть пока они у меня держатся я ничего не плачу значит они растут там бешено я там хвастаюсь что у меня там data motors в шесть раз выросла тинько вырос там в три в четыре раза но я с этого ничего не плачу потому что ну они как выросли так могут и упасть сделка то не закрыта но как только я их продам то получится разница между ценой покупки и ценой продажи и вот тут уже придется платить налог оплатить его не хочется совсем вот и чем дальше в лес тем больше дров то есть ситуация усугубляется потому что убыточных позиций становится совсем совсем мало и как же вывести деньги в этой ситуации со счета здесь очень большой вопрос и что я сделал я посмотрел все позиции которые есть у меня и перевернул там все наоборот значит за все время где позиции которые убыточные их оказалось не так мало на самом деле убыточных позиций но убытки там небольшие а вывести надо 200 тысяч и суммы там небольшие и я начал продавать эти акции посмотрите ну здесь порядке они во первых за все время и вы видите тут есть кажется ну красные да красные это те которые в убытке но как ни странно красных не так уж и много во первых а вторых суммы в красных очень даже такие небольшие и давайте смотреть что же можно продать вот а можно продать уже в общем то и ничего нельзя продать вот в чем дело потому что зеленых намного больше и и я выписал все короче говоря здесь уже искать ситуация когда уже все продано в общем сказать осталось совсем немного вот акции и что я сделал я взял выписал все убыточные позиции все убыточные позиции если я продаю те акции которые находятся сейчас в убытке то есть которые сейчас находится ниже той цены по которой я купил я продаю их то я фиксирую эти убытки и они у меня появляются на счете далее значит я могу совершенно спокойно вывести эти деньги не заплачу ни копейки но при этом убытки это убытки они в конце года спишутся и все но я то хочу заплатить ноль поэтому я хочу чтобы вот те акции которые у меня сейчас временно в убытки я их продал я зафиксировал эти убытки и на сумму этих убытков я продам те акции которые сейчас в прибыли чтобы прибыль была равна нулю то есть прибыль с убытками суммируется значит обнуляется и все что я сделал я сделал табличку в excel посмотрите что я сделал я сделал табличку в excel и я решил продать века у меня всего одна акция была но это mail.ru у меня всего одна акция была у нее значит убыток 896 рублей цена покупки 1876 она упала здорово цена продажи 980 рублей но я ее продал без сожаления и в общем сказать и 896 рублей убыток ну что такое 980 рублей ничего на самом деле дальше акции петропавловск свк спорный вопрос там на самом деле сейчас смена руководителя значит сын сергея кириенко возглавил века я не знаю к чему это приведет ну то есть по наследству нас как бы но мне это совсем не нравится когда чиновники своих сыновей назначают на ведущие роли в компании но с другой стороны сергей кириенко занимается внутренней политикой занимается ну грубо говоря ловит оппозицию вот гасит оппозицию и в к конечно же как инструмент для того чтобы ловить оппозиционные настроения будет использоваться что это значит это значит что ну сын сергея кириенко вот туда встал во первых а вторых это значит скорее всего что почему бы там не быть государственного финансирования я это уже вижу что значит там будут вычисляться всякие оппозиционные настроения и так далее и так далее и это значит что деньги то выделяются из бюджета что бюджетные деньги скорее всего туда попадут и возможно что акции века вырастут но вырастут не вырастут я не знаю мне это честно говоря не очень нравится я решил продать эту акцию пока на в убытке у меня тем более что я купил ее не так давно потому что mail.ru просто не так давно и вошло на на биржу далее петра павловск я ее купил не так давно этом тут тоже она недавно появилась эта компания но там есть конфликт акционеров который сейчас вот идет идет он никак не разрешится поэтому в принципе ну компания не такая большая золото добывающая но сейчас она в небольшом убытке опять же ну вот в таком убытке 495 рублей что это за убыток да никакой понимаете обувь россии компания которая мне в принципе очень нравится но у меня было куплено всего 60 акций там было куплено две тысячи рублей продал на тысячу рублей соответственно то есть все продал 544 рубля убытка это вообще ни о чем там 0,6 процента от портфеля ни о чем так нефть так нефть очень здорово упала нынче и поэтому я решил зафиксировать этот убыток но опять же насколько то есть она поднималась там росла все хорошо было потом она упала убыток на текущий момент 451 рубль вот я его зафиксировал все то есть я выписал все позиции которые у меня в убытке дальше акции мосбиржи очень хорошая компания мосбиржа понимаете куплено у меня 15 января 2021 года вот почему то они сейчас в убытке 268 рублей 50 копеек я их намерен купить но уже на иисе и купить не 30 штук а сильно больше потому что я уверен что акции мосбиржи вырастут то же самое касается и обувь россии наверное их тоже куплю следующая позиция который я продал которые временно в убытке которые намерен тоже купить и наверно увеличить даже долю своих инвестиций это fx gd что это такое это фонд как вы понимаете fx от фенекс на золото и он обеспечен вполне себе нормальным золотом и я намерен его купить здесь уже сумма такая приличная на 70 тысяч рублей просил он немного и убыток у меня 4816 рублей на этом у меня убыточные акции закончились там есть еще убыточные но они не ликвидные вещи в убытке рус 28 которые не собираюсь продавать ну и убыток там тот еще очень сказать ребята это совсем даже не убыток это облигации рус 28 она временно в просадке она еще просядет скорее всего нет я ее не продам вот и есть акции системы акции системы сейчас падают но это очень хорошая компания но почему бы их не продать я продал акции системы которые у меня были в портфеле и зафиксировал прибыль в 1498 рублей но эта прибыль у меня к сожалению не загасила мои убытки ну то есть не компенсировала убытки убытки еще были большие и я в общем сказать со слезами на глазах решил продать еще для того чтобы обнулить обнулить убытки вот эти продал 30 акций компании распадская и зафиксировал прибыль 7650 рублей 30 акций это не вся не весь мой пакета только половина я половину пакета продал 30 акций 7650 рублей и того у меня получилось общая прибыль от этих сделок 1407 рублей вот от суммы в 1407 рублей я заплачу налог подоходный ну там еще что-то я продал да еще я продал акции естественно риа таком риа то но они на санкт-петербургской бирже и они естественно значит этот вот ну то есть у меня будет убыток все-таки в сумме ничего и я не заплачу вот что я хотел сказать вот ну и давайте посмотрим на то что осталось от моего портфеля да еще можно вот посмотрите вот я продал так нефть полностью сургут нефтегаз привилегированные полностью продал где они у меня тут она у меня было всего две акции но это ни о чем вообще и прибыль там никакая то есть в общем сказать не холодно не жарко вот сургут нефтегаз петропавловск продал обувь россии я сказал продал о него продалась него у меня продалась который я купил вот только что буквально почему я продал него ну потому что ее только-только купил поэтому срок владения небольшой и сейчас я просто ее возьму и куплю уже на иисе я ее намерен купить то есть выкупить назад вот что дальше мосбиржу vk гдр fx gd продан и система как вы видите продана остальные акции я смотрел в общем держу я их давно и я намерен держать чтобы не заплатить налоги они все вот здесь вот смотрите все 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 здесь в прибыли в убытках только гмк норникель но это не убыток то есть он сейчас падает гмк норникель вот сегодня буквально но у меня всего две акции первую из них я купил 16 числа давно вернее не 16 числа за 16 тысяч рублей то есть если я сейчас одну акцию продам то я зафиксирую прибыль на самом деле а не убыток для того чтобы зафиксировать убыток меня на две акции продать потому что у меня вторая акция была куплена за там что-то 22 или 24 тысячи вот а это суммарная сумма поэтому гнк норникель я не собираюсь продавать ну вот то что у меня осталось вот убыточные позиции вы видите это вообще значит не ликвидная штука и это структурный продукт там потерять в принципе невозможно он на пять лет там можно только найти найти очень много и рус 28 которые про которые много раз рассказывал все остальные позиции у меня остались только-только прибыльные и вот вы видите у меня сто девяносто семь тысяч двести тридцать девять рублей то есть я на сумму практически 200 тысяч рублей продал активов и но это на дату т2 на дату т1 сейчас смотрим получится посмотреть получится на дату т1 48000 на дату т0 минус 189 рублей и 660 долларов то есть я тут продал еще и доллары которые у меня были на санкт-петербургской бирже и сюда перебросила здесь продал по одному доллару вот поэтому на т1 это с учетом тех долларов которые проданы то есть завтра они появятся у меня я завтра смогу вывести 48000 ну а послезавтра я смогу вывести все 197 тысяч ну если там у меня будет нужно еще там ну по моим подсчетам 250 тысяч все-таки у меня зарплата то за год поэтому еще 50 тысяч ну где-нибудь я на скребу уже потому что но заработаю я эти деньги уже заработал можно сказать они просто придут вот поэтому вот такая история итак я вам рассказал как смотрите вывести 200 тысяч буквально без налогов и вот эти деньги которые есть у меня вот они видите в прибыли в хорошие они у меня вот они в прибыли и это прибыль я уверен еще увеличится и я с этой прибыли тоже не собираюсь платить налоги потому что я собираюсь и держать больше чем три года а те акции которые я продал даже те которые с прибылью были но и я таскать там около года держался то есть вот самые старые это распадская которые держал год с небольшим вот такая история то есть я надеюсь что вот путана может быть но рассказал как сохранить сократить налоги при выводе средств но если вы что-то не поняли ну я думаю что те кто прошел курс биржа для чайников поняли абсолютно все ну а те кто не прошел в общем то я очень очень настоятельно советую пройти курс биржа для чайников на нем я подробнейшим образом рассказывал обо всем этом о том как вот работать с этими графиками и даже как выводить как выводить как продавать доллары по одной штуке евро по одной и так далее и так далее и так далее масса масса всякой информации ссылочку вы увидите вон там ну или вон там демитков юр точка ру курс биржа для чайников изучайте это очень очень полезно как видите у меня большая сложность найти позиции которые в убытке и почему я сказал что это последняя моя такая вот возможность потому что ну дальше я их закуплю уже на иисе на иисе я верну 13 процентов то есть из по типу а поэтому от сделок придется мне заплатить от разницы курсовой между покупкой продажей придется заплатить этот налог а так как я сейчас их закуплю на низком уровне то к сожалению мне этот налог придется заплатить но не сейчас а потом когда-нибудь а если я продержусь три года то и вообще никогда поэтому платить налоги конечно надо но не хочется но если не хочется то то можно и не платить на абсолютно законных основаниях про которые я вам только что рассказал а кто не понял курс биржа для чайников для вас на сегодня все лайк подписка поделитесь этим видео со своими знакомыми и до встречи с вами был демитков юрий